Тропичный лес и природа поудневой Африки. Столичный экзотариум рыхтуются до открытия. Завершенные отделочные работы специалисты тестируют бассейны, водоспады и аквариумы. У прочувания новоселья и живелы, крокодилы, ягуары, лемуры, для кого я шею рыхтуют новые апартаменты, доведалась Наталья Кезик. Аквариумы с пираньями и иншими рыбками сострануть гостей в прывоходе в экзотариум. Для переезда экзотичных жихарол тутамалю все готово. Павлиеры для крокодилов, обстареваны бассейны, пляцовка для пашинку, для малпов, древы, обитые вяроками. Для кожного виду живел тут продугледженный властный покой за отметным интерьером. Для оформления экзотариума дизайнерам спотребилось каля тысячи штучных и живых рослин. Работы все отделочные экзотариумы выполнены. Сейчас работы ведутся по испытанию всех акваработ и по испытанию всех водных систем. В основной зале 9-метровый водоспад. На другом поверхе зона от пашинку для наведывальников с телевизорами. В новые павильоны переедут ягуары, пума, тапирка, пебары, попугаи и малпы. Усяго каля 80 видов экзотичных живелин. И архитекторы и проектировщики створили для их максимально наближенные до натуральных природные умовы. Павильон экзотариумы и предназначен для того, что там будут жить животные Южной Америки. И климат будет приближен к естественным. Как вы обратили внимание, это большое количество аквариумов, водоемов, много зеленых насаждений и растений. Особливо увагу экзотариуме специалисты надали святлу и системе кондиционирования. Кроме шкляного даху у кожным вольеры додатковой лямпочки. На выпадок, коли летом, по дневым гостям будет спякотно, под куполом продугледжена специальная роль шторы. Складана, поверьте, лямся декораций у экзотариуме, камняни, скалы и древы, зробленные со звышайного бетона. Больше затоя, гэтая конструкция не привезенная. Майстр ляпил их тут одразу на месцы. Только сухой сумесис потребилась 400 тонн и один год працы мастаковки. Растались и они звышайными материалами, фарбами и прационными инструментами. Простейшие инструменты, самое главное здесь руки и воображение художника. А инструменты простейшие, те же шпателя, немножечко видоизмененные, те же мастерки. С докладной датой новоселья у экзотариуме покуль не вызначились. А зараз маэстри тестируют обсталевание и светло. Затым час на адаптацию и акклиматизацию живёлен. Экзотичным же хорам споршатку треба привыкнуть до новых вольеров и аквариумов. Наталья Кизик, Денис Соколовский и Андрей Градавуев. Агентство Телиновин.